Печалька в кузов почти нет. Есть еще запах, я чуть-чуть чувствую. Ну, кто? Жесть. С таким успехом их можно съесть целую манку. Немножко, может, ощущаю, что это соленое. Смотрите, феноменально. Вот запах уксуса немножко, что-то, по-мембур, вкус. Ну, вот что-то есть только немножко соленое. Но вчера уже ела капусту квашеную. Ммм, не алло, еще ни о чем. Она еще вчера, ну, не вчера, позавчера вечером начала замечать, я ела салат куриный. Ну, более яркие вкусы я ощущала. Сегодня все гораздо хуже. Я уже не чувствую вкуса. Вот вкусов совсем плохо, еще запахи кое-какие вот остались небольшие. Со вкусами все гораздо хуже. Вот где-то я понимаю, что это соленое. И все. Кстати, у нас ребенок переехал, поэтому вот так вот написала маме еще. Еще три помидорки. Она мне принесла банку, говорит, наешься. Как-то успокоишься. Не знаю, можно, нет. Хочется. Чертые сутки. Вчера у нас был врач. Взял анализы у мамы и у папы по контакту. Только что пришли ответы. У них отрицательно. Чего я, в принципе, очень рада. Но мы продолжаем соблюдать все способы безопасности. Сегодня, если врач придет до вечера, то возьмут уносящие по контакту. Странная температура. Вот, например, все трогаешь, лоб не горячий, щеки там не горячие. А градусник говорит, что у тебя 38. И еще то ли кожа болит, то ли мышцы. Я не понимаю, очень болит. У меня вообще ощущение, что у меня ноги все высохли до мышц. То есть щеколадочки тоненькие. Там прям под кожицы, как будто ничего нет. Очень больно до них трагиваться. Я вчера вечером начала пить азотромицин. Сегодня начала пить коронавир. Это действие вирус. Знаете, пытаюсь что-то там, ну, в кропоте такое легенькое там сделать. А вот что-то сделаю, вот, на столчик. И все, я устала, мне надо полежать. Надо пить больше жидкости. Ну, я пью, я стараюсь. Пить, 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 пить. Сегодня проснулась. Ой, я, наверное, не знаю. С шести утра мучилась то, что у меня болит. Я не могу лежать. Столько тела, Валь, ты вообще лежать не можешь. Ужасно. Ноги вообще дотронутся. Они не могут до кроватки. Я все в душе такое. Померила температуру 38. Пока выпила омез, дождалась полчаса. Картошку ела. И потом выпила парацетамол. Начала действовать, начала потеть. Я даже уснула, очень хотела спать. Все начинают писать. Никто не дает покоя. Я днем не сплю. Сегодня вот очень хотелось спать еще утром. Но все как-то не складывалось. В общем, продолжаем лечение. Есть специалисты, которые курируют на состояние. И не нравится, что у меня температура держится. Четвертый сутки, завтра пятый. И как бы уже должна температура, в общем-то, пойти на спад. Посмотрим. Посмотрим. Если нет, завтра буду вызывать врача себе. И решать вопрос с подключением гормонов лицеметазона. Вот все были врачи. Врачи, медсестра. Взяли у нас еще тест. Послушали ее, посмотрели в горлышко. Сказали, через одиннадцать дней еще приедут. Сейчас сбиваю температуру. Все мокрые. С честным уставом. Такой стенсивный, четвертый, значит, день. Уже на работе письмо пришло о том, что у такого сотрудника положительный результат коронавируса. Поэтому просили предоставить списки, кто с кем контактировал. Мы решили, что предоставим ГАИНЭ, потому что ГАИНЭ тоже дома сегодня сдавала тест. Чувствовать себя тоже не очень. Глаза. Глаза. Так что пытаюсь что-то поесть. Утром просила творить маму картошку. И вот с этой водичкой при варке протереть и ел. Когда нет вкуса, ты что-то хочешь, а что-то не понимаешь. Вот сейчас я ем, я ничего не понимаю. И мне надо вот уже вот столько. И то я понимаю, потому что желудок заворачивается. А сейчас вечер, и скоро мне надо будет еще 9 таблеток коронавира. Плюс у меня в 10 часов антибиотик. После антибиотика мне надо в 11 что-то обязательно поесть. Иначе у меня будет плохо с животиком. Лешка пошел за пульсометром. Гиза, если его не заметет, то он его принесет. Так что температура не учит. Да. И получить скидку.